всем доброго времени суток вы на канале вязание не только меня зовут алена сегодня я хочу сделать краткий обзор двух моих готовых работ которые я связала и так вы знаете что я недавно показывала что я вижу своей дочке топ я говорила вам вы знаете что я в рамках совместного проекта печи work с юлей и аленой связала но можно так сказать кофточку футболку такого спортивного типа в технике печь work у меня на эту модель есть мастер-класс то есть я показываю как вывязывать квадрат и я показываю как присоединять лицевую гладь к этим квадратом кому интересно кто впервые на моем канале я оставлю ссылку на плейлист вы можете посмотреть сейчас когда моя регина увидела вот этот топ оксаны который я тоже показывала вам в моих предыдущих видео она сказала что ей нравится этот топ она бы хотела такой же но только соответственно ее размера и однотонный мы посоветовали с ней и выбрали вот такого цвета нежно-нежно такого кофейного бежевого цвета пряжу это ализе diva так этикетку с собой не взяла я напишу на экране какой-то цвет и здесь соответственно я тоже вязала этот топ для регины в технике печь work но здесь я вязала уже квадраты не лицевой гладью я вязала уже платочной вязкой и у меня получилась вот такая вот моделька коротенький такой топик видите он с двух сторон вот абсолютно одинаковый вот и у меня получилось так что сначала я вывязывала вот эти квадраты то есть я сначала вырезала отдельно 4 квадрата 2 квадрата вот здесь спереди ну и соответственно два квадрата на спинке потом присоединяясь к этим квадратом вот здесь между я вывязывала вот эти квадраты один квадрат здесь второй квадрат ну и соответственно сбоку еще тоже вывязывала квадраты вот это тоже квадраты но здесь получается как бы боковой шов да эти квадраты вот вторая линия квадратов она уже вывязывалась соответственно из вот этих квадратов то есть я набирала точно также кромочные петли 30 одну петлю середину и 30 у меня здесь на квадрате точно также 61 петля но квадраты получились несколько меньше чем у меня на моем топе футболки потому что это все-таки платочная вязка и платочная вязка она сжимает вязание да вот изделие и получилось после того как я вывязала 4 квадрата затем из этих квадратов еще четыре я стала вывязывать последние четыре квадрата и здесь я вывязала один квадрат второй ну и соответственно два на спинке единственно оригина меня попросила она сказала мама мне не нравится лямочки ну вот такой платочной вязкой чтобы они были ровные я хочу чтобы мои лямочки закручивались и были вот такими то есть я просто связала лицевой гладью вот здесь когда у меня осталось 7 петель я просто эти 7 петель оставила на спицы продолжила вязание лицевую гладью до той длины которая мне было нужно здесь я вот этот квадратик распустила где у меня 7 петель и трикотажным швом петля в петлю присоединилась соответственно вторую ну вот лямочку я связала таким же образом чтобы узнать как у меня лямочки чтобы были ровные да какой они длины я просто считала кромочные петли у меня получилось 41 петля с одной стороны 41 петля кромочная с другой стороны присоединила и все спрятала все кончики спрятала с изнаночной стороны все кончики вы кстати меня спрашивали лена как вы прячете кончики дева такая скользкая девочки я кончики всегда оставляю подлиннее немножечко длине сантиметров 15 потом когда мое изделие было готово я каждый кончик вдевала в иглу хорошенечко его пришивала подшивала закрепляла и потом кончик в шов просто прятала и все и обрезала не слишком коротко где-то вот так кончик продевала и вот здесь обрезала затем после того как изделие было полностью готово я его пропарила утюгом не касаясь полотна сантиметров 5 от полотна паровыми ударами и потом я его вытягивала вот так в этом направлении я вытягивала его вниз вот таким образом и он у меня вытянулся немножко да то есть он был гораздо меньше и ригина еще горит мама он что таким маленьким останется нет вот теперь он получился так как надо но к сожалению извините фотографии я не могу вам предоставить потому что у нас на улице уже два дня идет дождь но я обещаю как только будет хорошая погода вы обязательно увидите этот замечательный прекрасный летний топик на регине и фотографии размещу сразу в instagram вот в общем то одна моя такая готовая работа вот работа я своей довольна мне очень понравилось вязать вообще в этой технике интересно очень получается вот правда не везде у меня получилось так соединить петли мне хотелось прям чтобы петелька в петельку чтобы вот здесь вот такое продолжение было но когда здесь присоединение я потом вытягивала петли не всегда получалось именно попасть вот в эту вот прям петельку ровно ровно но в общем и в целом я все равно работой своей очень довольна и самое главное что нравится регине на эту модель у меня ушло ушел один моток и буквально одна треть со второго мотка то есть весь топ я связала с одного матка а уже со второго матка я только присоединяла вот здесь треугольники да кстати как я вязала треугольник очень многие спрашивали я оставляла своем первом видео где у меня был анонс на печь ворк на вот этот совместный проект я говорила девочки кто хочет связать топ под видео была ссылка на совсем другой канал где значит мастерица объясняет как вязать вот эти вот квадраты именно вот таким вот способом присоедините как вывязывать треугольник вы должны всегда учитывать что вязание треугольника это то же самое что вязание вашего квадрата только в другом направлении то есть когда у меня все было готово я уже в самую самую последнюю очередь стала вывязывать треугольники каким образом я вывязывала треугольники посмотрите они вот вот треугольник да вот еще один то есть их получается здесь 4 по низу да потому что когда я вывязала квадраты то у меня здесь получается просто зигзаги и вот здесь естественно для того чтобы сравнять у меня не хватало вот этого промежутка связать как я вязала свой треугольник смотрите это связано в другом направлении то есть здесь косичка везде вверх идет а это мы вяжем вниз но при соединении точно так же я делаю то есть я набирала так как у меня 61 петля на квадрате то есть 30 31 серединная я для треугольника набирала точно также значит я набрала с одной стороны 30 петель 1 серединная с другой стороны 30 петель и стала вязать каким образом мы вяжем смотрите как получается я провязываю набор петель потом провязываю изнаночный ряд в следующем лицевом ряду вот здесь одну петельку я не довязываю и перекидываю ее тема тем самым сокращая в лицевом ряду одну петлю перебросила сократила довязала здесь как всегда три вместе без изменений точно так же как мы вяжем в квадрате здесь я довязала до конца и здесь я делаю 2 вместе кромочную кромочную и предпоследнюю петлю 2 вместе с наклоном вправо затем провязываю изнаночный ряд снова не до конца одну петельку разворачиваюсь перебрасываю петелечку провязываю лицевой ряд 3 вместе в конце лицевого ряда я делаю 2 вместе с наклоном соответственно вправо до предпоследнюю кромочную петлю я захват делаю за кромочную петлю с левой стороны и провязывайте таким образом меня получается наклон вправо и здесь тогда получается аккуратно очень дорожка вот здесь вот вот видите вот такая аккуратная получается внизу изделия дорожка и соответственно все вот вы вяжете здесь вяжите 3 вместе здесь сокращаете сокращайте сокращайте пока у вас не остается точно также 3 петли все потом эти три петли закрепили хвостика ставили на изнаночную сторону хвостик этот подшили ниточку в шов и все соответственно дальше идем и делаем то же самое вот здесь тоже был угол но у меня соответственно да и мне надо было его выровнять точно также набрала 30 петель 1 серединная 30 петель стала вязать здесь петлю перебрасывала одну сокращала все время в лицевом ряду а здесь лицевом ряду в конце ряда 2 вместе с наклоном вправо здесь 3 вместе так и вязала до тех пор пока не осталось 3 петли закрыла потом хвостик подшила и все и так я делала пока уже я эту работу полностью не выполнила да и вот такой топик связался но я хочу вам сказать вот и я бы например да как бы мне кажется что его бы надо обвязать да вот я бы его обвязала наверное внизу я бы его обвязала хотя достаточно у меня ровный и аккуратный край получился я довольно посмотрите аккуратный очень край здесь тоже получился достаточно ровный и аккуратный край покажу поближе вот но как бы я привыкла да что ну вот изделие надо обвязать вот я бы обвязала например вот здесь горловину вот здесь внизу бы обвязала но регина сказала мама я не хочу никакой обвязки мне нравится вот так как есть оставь пожалуйста вот если ты хочешь чтоб я носила то пожалуйста оставь так как есть поэтому вот так вот так ну что я скажу вам на какой размер это связано это связано на размер xs сейчас я вам скажу какие у меня здесь ширина длина и все остальное одну минутку значит у меня получается такие расчет уже по готовому изделию я отпарила у меня получается ширина изделия 36 сантиметров здесь у меня получается вот вот так вот до лямочки я считаю 33 сантиметра у меня получается вот так вот ну дива еще раз повторюсь очень тянется да то есть на меня этот топик тоже на лес ну такой коротенький да как бы как crop top вот на ригинке чуть чуть длиннее потому что она чуть чуть худее меня то есть она носит размер xs это по русски 42 а я ношу размер 44 это с к вот я чуть-чуть плотнее ригинки вот ну вот в общем то хотела вам показать этот топик готовую мою работу кстати буду ли я вязать в этой технике буду мне очень понравилось тем более что такой расход пряжи действительно я буду вязать себе тоже такой топ у меня есть остатки от пряжи дива секционной 1 1 у меня есть пряжи одного цвета зеленого с кофейным 3 мотка целых синий у меня есть я тунику вязала такую синюю с кофейным у меня осталось 2 моточка вот мне как раз 2 моточка на такой топ хватит единственная например сейчас регенки тоже вязала спицами номер три когда я буду себе вязать я возьму наверное три с половиной чтоб он был более легкий воздушный и чтобы по длине у меня получился так что буду вязать себе тоже хотя однотонный мне тоже очень очень понравился посмотрите если связать например серым цветом кофейным зеленым бирюзовым тоже будет очень очень красиво так ну теперь давайте перейдем ко второй работе я хочу вам показать что же у меня получилось с моим пуловером серебро я очень очень рада что мне хватило пряжи я конечно очень переживала я там уже и так и сяк но пряжи мне хватило и вот мой готовый пуловер ну и вот мой готовый пуловер серебро мне хватило пряжи вот что у меня осталось посмотрите вот такие два маленьких абсолютно малюсеньких клубочком не остались я уже конечно и так и сяк я естественно сначала вы помните я показывала вам и у меня был один рукав связан только наполовину я его перестала вязать стала вязать другой рукав и думаю да вижу уже до конца что у меня останется я конечно думала что пряжи мне не хватит но слава богу пряжи мне хватило единственное что я могу сказать до рукава получились прям впритык вот знаете вот ну прям впритык впритык но это не критично я все равно рукава чаще всего немножечко так вот подтягиваю да вот можно надеть часы у меня широкий браслет да вот так вот незаметно как бы и в общем то все хорошо единственное что я не могу вам также эту работу продемонстрировать на себе красивые фотографии красивая фотосессия видео к сожалению не предусмотрены нашей погодой у нас два дня идет дождь но я сейчас надену это на себя и просто покажу вам в камеру чтобы вы просто видели как это изделие на мне сидит что у меня получилось потому что на столе конечно это одно на фигуре это совсем другое единственное что я хочу сказать вам если бы я конечно бы знала что у меня с пряжи будут немножечко такие но не увязки да я бы его немножко сделала уже вот капельку просто потому что на мне этот пулловер достаточно свободен по ширине вот я кстати вам скажу в ширина изделия уже готового кстати быстро на все ну слонимская пряжа вот я уже слонимской пряжи вязала с ней ничего не происходит вот она не садится не не как-то там но вот во всяком случае у меня как вязала так все осталось единственное конечно узор разровнялся все у меня получается ширина моего изделия 49 сантиметров да вот здесь вот вот начало вот конец вот видите это у меня отметка 49 сантиметров ширина изделия и он мне свободный да если бы я знала что у меня вот так вот будет с пряжей что будет не хватать я буду переживать хватит не хватит до заказывать не до заказывать я бы конечно немножечко его сделала уже то есть естественно вот эти два арана я бы оставила как они есть а вот здесь где у меня идут 4 раппорта ровно 4 раппорта у меня получается я бы сделала ну допустим три с половиной по сделала бы или бы тогда здесь чтобы не получалось так что три с половиной ни туда ни сюда я бы тогда сделала 3 их подвинула бы слегка здесь эти тогда бы изнаночные петли оставила и внутри может пустила бы какую-то косичку чтобы не так много было изнаночных петель не такое большое расстояние было бы между узорами да хотелось бы чтобы все было гармонично потому что здесь между аранами у меня проход 3 изнаночные петли здесь точно так же я оставила три изнаночные петли да потому что оставишь больше это уже бы не смотрелась представьте себе да вот ну и конечно же экономия пряжи еще была за счет 2-образной горловины у меня в этом пуловере хотя в принципе я когда вязала когда начинала вязать я не думала не не об экономии пряжи я просто задумала так модели так и и связала вот обработка горловины у меня есть мастер-класс на канале а закрытие я делаю иглу и чтобы было эластичное чтобы у меня как бы прилегающая была горловина не растянутая но и не стянутая то есть она очень хорошо у меня такая пластичная достаточно мне очень понравилось значит так рукава я вязала резинкой 2 на 2 и также в конце я закрывала иглой мне нравится закрытие иглой да здесь я просто оставила теневой узор я не стала уже никакие раны ничего придумывать все и на спинке у меня точно также у меня вся спинка связана теневым узором но теперь давайте посмотрим я надену этот пуловер и давайте посмотрим как он вообще на мне сидит и как это все смотрится показывая пуловер на себе я вот эту обработку горловины вы уже видели да у меня есть мастер-класс я уже говорила теперь давайте посмотрим какой у меня пуловер получился вот если я отхожу то смотрите где моя длина пуловера вот это у меня середина бедра и он мне ведь и он достаточно свободный то есть вот у меня очень скажем так большая свобода облегания да вот сзади если посмотреть то у меня очень много да но я как бы не стремилась к тому чтобы у меня был прям в обтяжку в обтяжку да его можно немножечко даже как бы по свободнее так с напуском надеть да но как бы мне он свободненько так нормально да вот теперь по поводу рукава мне написали что узкий рукав друзья мои для меня это не узкий рукав для меня это абсолютно нормальный рукав посмотрите я покажу вам вот вот мой рукав вот посмотрите вот моя рука вот у меня идет в начале два минимум сантиметра у меня свобода облегания потом идет три здесь уже вот видите вот моя рука вот она вот моя рука а это уже вот здесь это минимум четыре сантиметра уже свобода облегания но здесь еще соответственно больше да вот то есть у меня руки очень не очень но достаточно такие худые неполные да у меня даже кисть вот если я сниму часы посмотрите у меня кисть руки я обхватываю свою руку вот так то есть у меня достаточно узкое запястье и у меня руки но не полные до единственное до получилось что впритык вот прям впритык впритык то есть у меня нету чтобы у меня рукавчик по длине и вообще нормально было бы чтобы он был вот так да но у меня получается он мне впритык вот если я сгибаю руку то полностью вот здесь длина моего рукава вот она поэтому ну естественно я делала так чтобы мне хватило пряжи можно немножко даже надеть вот так вот свободненько вот но для меня это вот самый лучший вариант видите вот такая вот длина вот это для меня самая комфортная длина можно конечно и покороче но тогда получается более такой спортивный вариант вот но для меня это вот вот моя талия вот от талии где-то 20 сантиметров это для меня самая но всегда такая вот хорошая длина посмотрите как красиво смотрятся араны здесь сбоку да прям прелесть красота какая красиво очень фактурно смотрится этот узор я думаю на любой пряжи на светлой на светломолочной бирюзовой да вот будет смотреться хорошо но сзади вот вы видите да вот ну что работая своей довольно конечно рукава немножечко такие получились ну прям впритык впритык но это не критично это не критично учитывая что я уложилась по пряжи для меня это самое самое то ну вот так вот но фотографии уже когда будет хорошая погода тогда буду показывать фотографии так по поводу мастер-класса друзья мои вы просили меня сделать мастер-класс но получается что мастер-класса как такового не будет почему я сейчас объясню во первых на узоры у меня есть подробный мастер-класс на горловину у меня есть подробный мастер-класс я подготовлю наверное завтра и выпущу просто экспресс как у меня всегда мастер-класс расскажу вам как я распределила узоры расскажу я вам сколько у меня рапорта было высоту расскажу дам вам все мерки расскажу по петлям где сколько я убавляла у меня кстати вот на изделии выполнен скос плеча я здесь выполняла так как у меня широкое изделие и здесь пройма у меня прямая получается спущенная пройма спущенное плечо линия плеча расскажу вам все по петлям сколько у меня получилось на рукаве сколько у меня получилось на горловине сколько у меня на изделии если это вам поможет буду очень рада если вас вдохновила эта модель значит будем вязать вместе ну вот в общем то и все что я хотела сегодня вам рассказать что я хотела вам сегодня показать вот два моих готовых изделия и приступаю к своим следующим проектом на этом свое видео я хочу закончить желаю вам всего самого наилучшего вдохновения ровных петелек и до новых встреч